Можете ли вы себя представить на месте пророка Ионы, который мог сказать целому городу, покайтесь или все погибнете? Или на месте апостола Павла, который стоял перед большим количеством образованных людей и говорил им об Иисусе Христе? Но, к сожалению, нужно признать, что у нас порой не хватает смелости иногда просто подойти к одному незнакомому человеку и, сказать ему о любви Божьей. Но как же быть? Давайте посмотрим, какие возможности находят для себя люди, в чьих сердцах есть желание благовествовать. Социальное служение – одна из форм евангелизации. Этой теме была посвящена конференция в городе Ачинске. Не словом, а делом. Роль гуманитарной помощи в проекте «Иисус приходит по воде». Репцентр в Томске. Первые итоги и планы на будущее. Газета «Свет миру». Нести Евангелие может каждый. В сентябре 2012 года в городе Ачинске впервые прошла конференция по социальному служению. Конференция социального служения. У нас этот труд был, наверное, уже около 10 лет. По-сентябре в частности. Акутяне сказали, там, 7-8 лет. Но, как бы, общения в этой сфере не было никакого. В церкви должны решаться все проблемы. На сегодня это тоже один из методов евангелизации. Ну и всегда полезно, когда на конференциях, в общении, что-то каждый для себя, что-то новое видит. И даже то, что ты уже делаешь, тебе понятно, как это делать лучше. Цель такая, я думаю, чтобы, во-первых, умножили с центра, ну и чтобы эффективнее было осуществлено вот работа по спасению. Одно дело взыскать, потом еще надо спасти, да, чтобы вот именно, я думаю, вот много чего мы здесь вот делиться, говорить, чтобы именно вот больше работать. Ну, конференция, это, может быть, уже, как братья говорили, громко сказано, скорее всего, семинары, знакомства. Она первая у нас. Ну, цели, цели. Мы хотим сегодня просто увидеть друг друга, обозначить себя, поделиться тем опытом, который у нас есть. И уже исходя из этого, мы, я думаю, как-то с братьями уже там увидим, как нам дальше, может быть. Ну, и потом еще одно направление этой конференции. Мы сюда пригласили тех, кто еще не имеет рецепта, чтобы они послушали, вдохновились и также открыли рецепт. Как будто вернее вот здесь конференции, где-то праздник, понимаете. Как сказать, я увидел некоторые свои ошибки, где-то громко. Ну, я думаю, каждый из вас увидел что-то, да. Вот мы в Сибири, кого могли, а то этим занимается, всех собрали здесь, чтобы поделиться. Этот вход для катера Вестник был особенно трудным. Плохая видимость из-за лесных пожаров, большой объем груза в виде гуманитарной помощи, низкий уровень воды в реках, серьезная пробоина. В результате катеру некогда отдохнуть даже зимой. Но в этом году поездки отличались тем, что было оказано больше гуманитарной помощи, нежели в те годы. Это продуктовые комплекты, при том так, были они весомые, ощутимые. И одна была поездка уже к сентябрю, в августе месяце, это комплекты для учащихся. А что так хорошо? У меня-то пенсия вот сегодня вот остается, ребятишкам тут радость. Хор в июне месяце «Американские друзья». Это июль месяц, и август месяц молодежь, которая посетила поселки с целью гуманитарной помощи к новому учебному году. По-моему, два поселка новых, и в один поселок мы не смогли пройти, потому что уровень воды был в этом году очень маленький. Катер, вестник много садился раз на мель, даже была пробоина. Вот, и мы сутки боролись с пробоиной, поэтому в один поселок не смогли пройти. И, конечно, где есть миссионерские группы, где есть ответственные наши братья, служители, чтобы они связались с главами администрации, учителями школы, с директорами, выясняли возраст детишек, количество детей. Хотелось бы от жителей администрации Сугинского сельского поселения поблагодарить вашу организацию общественную за оказанную помощь гуманитарную. Все, я считаю, что остались довольны. Хотелось бы почаще помочь такую получать. Приглашаюсь за утро, и в одном месте даже сказали, почему вы нам не приехали, мы вас ждали, на праздники вы к нам не приехали. Сейчас у нас впереди рождественские поездки, три группы поедут по зимникам. Сейчас все мысли устремлены туда. Мы планируем, начинаем уже позже немножко, но мы все-таки хотим проехать в тот поселок, который не проехали. Если говорить об этом, насколько нас хватит, все-таки, наверное, зависит, в каком качестве мы будем приезжать, насколько мы будем готовы. И духовно, насколько действительно мы будем иметь некий такой заряд, именно благодать Божию. Ну и все-таки, я думаю, что нам нельзя оставлять, нам надо больше усилить на помощь гуманитарную, потому что у нас сегодня много говорящих людей, которые говорят красиво, а все-таки есть люди, действительно, которым надо помогать. Поэтому мы желаем где-то пробовать какие-то, искать средства, возможности, чтобы наши поездки, они были подкреплены именно делами. Реп-центр в Томске существует полтора года. Сегодня в нем находится 25 человек. За это время пять братьев стали членами церкви. Еще семеро готовятся заключить завет с Богом. Состоялось два брака и идет подготовка к третьему. Собственными силами построено здание будущего реп-центра. Как только найдутся средства на двери, окна и отопление, братья переедут в новое помещение. А пока они вынуждены ютиться на маленькой площади. Ежедневно за помощью обращаются от трех до пяти человек, но из-за нехватки мест многим приходится отказывать. Два месяца потом маленький у нас перепад, тоже опять не работали. Ну, все всегда упиралось в средства, в деньги. Закрыли под крышу здание, поставили забор, все. И на этом пока остановилось. Дело остановилось. По причине тоже нет пока средств дальше продолжать. Места не хватает как-то. Видимо, это люди приходится в стесненных обстоятельствах проживать. Это, ну, куда денется. Люди приходят. У нас и так и трехъярусные койки, и все переполнено, и на раскладушках, и где как придется спим. Всяко-разно. Звонят постоянно, то есть из других областей есть, и это. А, ну, пока нет возможности такой. И здесь есть люди приходят, но нет возможности принимать. К сожалению, сейчас обычный, как бы сказать, нормальный такой человек, он очень хорошо сам живет, и Бог ему не нужен. А этот контингент, то есть те люди, которые действительно, они пришли в такое плачевное состояние, они хотят изменить свою жизнь. Хотят, но не знают как. Поэтому человека надо, значит, привлекать. Ну, рядовой член церкви. Что он может делать? Во-первых, это молиться, потому что здесь должен быть везде Господь. Вот. И когда церковь молится, и каждый знает, что это не просто бомж, да, или наркоман, или уголовник, а это мой брат или моя сестра, которого Бог привел в церковь. Работы очень много. А на двух, трех, пяти человеках он не выйдет. Это церковное дело. Я бы сказал, даже не одной церкви, а целого региона. Хотите, чтобы все в вашем доме узнали о Боге? Это несложно. Достаточно просто положить в каждый почтовый ящик христианскую газету. С 2000 года издается газета «Свет мира». Она ориентирована на людей, далеких от Бога. Ну, не каждый имеет доступ к каким-то христианским порталам, там даже сайтам. Не у всех есть знакомые христиане. А эта газета, она достаточно распространенная получается. Почти любой человек ее может получить. В течение последних двух лет газета вышла за пределы Томской области, а ее тираж вырос до 20 тысяч экземпляров. На сегодняшний день это служение является простым, эффективным и недорогим инструментом евангелизации. Стоимость одного экземпляра газеты составляет всего 2 рубля. Несмотря на то, что газета с христианским содержанием, она интересна и для людей, далеких от Бога. В газете печатаются свидетельства, интервью с интересными людьми, раскрываются вопросы на тему семьи и брака, освещаются социальные проблемы в обществе. В университете у нас, в библиотеке, есть отдельное место, стенд для газет. Туда и городские газеты приносят. И когда у меня есть возможность, я тоже туда приношу наши газеты. Они быстро очень хорошо расходятся. Участвовать в этом служении может любой. Не каждый человек способен подойти к незнакомым людям и заговорить. А подарить газету или опустить ее в почтовый ящик может даже ребенок. Я думаю, что это вообще очень важное дело, потому что не каждому же соседу можно свидетельствовать. А газетку положил, он уже прочитал, он уже имеет какое-то понятие об этом. Там адреса даны, все, что надо, там есть. В 18 веке в мастерской одного сапожника висела карта мира. Глядя на нее, он молился за те страны, в которых люди еще не знали об Иисусе Христе. И хотя он был простым и не очень образованным человеком, Бог дал ему возможность не только стать первым миссионером в Индии, но и основать и возглавить миссионерское общество. Этого сапожника звали Вильям Карей. Если в наших сердцах желание благовествовать не угаснет, то Бог обязательно даст возможность это желание реализовать. Субтитры создавал DimaTorzok